Вопрос самый главный – это какова обстановка на зимом поле Ростовской области и каковы ваши рекомендации земледельцам? Обстановка следующая. Если мы говорим в целом о Ростовской области, то цифры у нас такие. 32% – это раскустившиеся посевы, 47% – это посевы в стадии 2-3 листа, 16,6% – это в стадии всходы. Помимо этого, из вот этих посевов оцениваются как плохие, именно по всей Ростовской области, это чуть больше 16%. Когда же из этих посевов оцениваются поврежденные и изреженные, то они составляют около 11%. 2-3% – это те посевы, которые не взошли. Посевы, которые погибли – это 0,7%. Но это по всей Ростовской области. Когда же мы говорим о зонах, то здесь картинка совсем другая. Если мы говорим о северо-западной зоне, то здесь цифры по поврежденным и изреженным достигают уже до 27%. То есть в сумме те, которые погибли и которые повреждены и изрезаны – до 27%. Но что хочу сказать, вот эти поврежденные и изреженные, которые вошли сюда, вот в эту статистику, с ними нужно еще разбираться. Наиболее серьезные цифры по этим показателям у нас в Шолоховском районе, в Боковском районе, в Шолоховском районе – до 65%. Но, к сожалению, при формировании вот этой статистики, все посевы, которые в стадии всходов, перенесены именно в эту категорию. Такая же ситуация по Боковскому району, Милеровский район, Кашарский и Тарасовский. Это те районы, где сейчас говорится о довольно напряженной ситуации. И цифры по поврежденным и изреженным составляют от 32% до 65%. Очень высокая цифра. Но вчера я была в Кашарском районе. Мы проехались по всем предшественникам. Это по предшественникам зимой пшеницы, пар, кукуруза, назерно, подсолнечник. И ситуация вот какая. Несмотря на то, что там действительно растения в стадии всходов, и где-то в стадии 2-3 листа, и один из которых поврежден морозом, но количество растений на квадратном метре по предшественнику пар, по предшественнику кукуруза, по предшественнику подсолнечник варьирует в пределах от 400 до 560 растений на квадратном метре. То есть это те посевы, хотя они попали в эту статистику, но это те посевы, с которыми можно работать, и которые дальше пойдут в рост. Потому что на севере сейчас холодно, идут дожди. Температура днем повышается до 8-12 градусов. Но это мало для того, чтобы растение активно тронулось в рост. Поэтому надеемся на тепло, ждем этого тепла. И вот дальше уже проводим еще раз инвентаризацию. Потому что по предшественнику азимы и пшеница ситуация более сложная. Там мы насчитали от 300, более или менее нормальное количество, и с этими посевами нужно работать. Но были посевы, где 130 растений на квадратном метре. Эти посевы действительно нужно подсевать или пересевать какими-то другими культурами. Вот, по крайней мере, нужно подождать еще неделю, потому что за эту неделю все-таки увеличивается световой день, и растения уже начинают трогаться в рост не только за счет температуры, но и за счет более длинного светового дня. Провести опять инвентаризацию, в основном делая упор на предшественник азимы и паазимы. И что важно, там, где у нас был высокий урожай азимы, больше там 40 центнеров с гектара, вот именно на эти посевы нужно обратить внимание. Потому что там за зимний период многие растения погибли. И эти погибшие семена мы находили. И там перспектив на то, что что-то прорастет, нет. А вот на таком предшественнике, как пар, подсолнечник, кукуруза, и сроки сева где-то в середине сентября, там мы находили уже еще прорастающие семена. То есть считали растения, которые взошли, но были еще семена, которые только прорастали. Поэтому полная информация о том, сколько растений на квадратном метре на этих полях, она будет после того, как пройдет какой-то период с теплыми температурами. Какими? Это 12, 13, 15 градусов. То есть тогда, когда растение тронется в рост. Ориентировочно, Ольга Георгиевна, ориентировочно это середина апреля, правильно? Да, середина апреля, совершенно верно. Середина апреля. Потому что если мы говорим, что на юге действительно вегетация началась уже с 30-31 марта, то на севере почва еще холодная. И растения только-только трогаются в рост, и только-только проявляются новые листья. Мы находили один-два листа. Второй лист только-только сейчас сформируется. Поэтому для того, чтобы оценить эти посевы и действительно убрать вот эти страшные цифры, которые сейчас есть, это нужна инвентаризация. Инвентаризация после того, как действительно растение тронется в рост. На тех посевах, которые мы обследовали, по подсолнечнику, по кукурузе, там уже провели, уже вторую подкормку провели. И формируется очень хорошая корневая система. Именно вторую, ранневесеннюю, по подсыхающей. У многих северян есть вот эти вот агрегаты, которые с шинами низкого давления. Они по-разному называются у всех. Но принцип их один. Можно вносить удобрения именно по влажной почве. Что сейчас нужно и сделать. Потому что почва переувлажнена вверху везде. Периодически идут дожди. Какие-то время без дождей, но все равно потом моросящий дождь. Это прекрасные условия для того, чтобы внести аммиачную селитру. Именно аммиачную селитру. Не надо сейчас экспериментировать ни с сульфатом аммония, потому что в данном случае только растению нужен нитратный азот. Потому что, да, он может дальше уходить. Но вот данные северодонецкой станции говорят о том, что максимум азота находится на глубине от 20 до 70 сантиметров. И очень редко он находится ниже этой величины. То есть, по сути дела, насыщение почвы влагой, которая выпала, идет в пределах вот этих вот глубин. И азот особо не вынулся в более глубокие горизонты. И тот азот, который сейчас будет внесен, даже несмотря на то, что идет моросящий дождь, он будет использован растением. Потому что корневая система уже начала развиваться. и вторичная корневая система уже активно развивается на этих посевах. Чего нельзя сказать по предшественнику азимой пшеницы. Вот сейчас нужно обратить внимание на этот предшественник в первую очередь. И особенно на те поля, где была высокая урожайность. Вот там действительно отмечается довольно существенная гибель растений. И интересно, что все-таки гибель была вот именно в последние морозные дни, когда у нас не было снега, потому что находили семена, которые уже с проростком и с формировавшимся корневой системой. Вот. И на этих посевах по азимой пшенице есть падалица. Вот. На это тоже нужно обратить внимание и проинвентаризировать это все. Ну, а рекомендация сейчас и для юга. Да, вот это у нас северо-запад. Да. По северо-востоку подобная ситуация у нас складывается в Морозовском районе, в Милютинском районе и, вот как ни странно, Константиновский и Усть-Донецкий район. То есть вот здесь нужно тоже обратить внимание на вот эти вот посевы, которые как бы считаются в сходе, но нужно, чтобы было, скорее всего, Усть-Донецкий, Константиновский, там уже есть тепло, и поэтому эта инвентаризация даст возможность посмотреть, что там, какая реальная ситуация. Учитывая то, что сейчас где-то запасы влаги у нас для северо-востока, ну, данные есть по северо-востоку, в пределах 145-138 мм на тяжелых суглинках, то есть те, которые могут все-таки удерживать влагу, то, наверное, все-таки дозы должны быть в пределах, ну, вот, может быть, 100 кг, 120 кг аммиачной селитры, не больше, потому что потом все равно мы будем ориентироваться на подкормку, конец кущения, начало выхода в трубку. Она будет на этих пассивах просто необходима. И все-таки влага пополнилась, но еще не так, чтобы у нас были развязаны руки для того, чтобы применять высокие дозы. По, значит, по северо-западу, северо-востоку у нас еще такой напряженной ситуации во Близском районе, но, опять же, требует вот этой вот инвентаризации, о которой я говорила, потому что просто оценить, что там сходы, это не совсем правильно. Нужно заложить площадки, как минимум 10 площадок нужно заложить по диагонали поля для того, чтобы действительно оценить количество растений на квадратном метре и тогда уже принимать решение о переселе. Для севера есть еще условия для пересева, потому что и для ячменя, подсев ячменя еще есть нюхшие сроки, до середины апреля это можно будет делать. А если пересев подсолнечником и кукурузой, вот мы сейчас агрохимическая служба на этой неделе поехала на отбор влаги и по озимой пшенице, и по подпропашные, там, где будет планироваться подсолнечник. Скорее всего, на следующей неделе мы получим эту информацию и тогда уже можно будет говорить по поводу расширения, замены посевов те, которые пострадали озимой пшеницы на подсолнечник или на кукурузу. Это тоже, тоже сроки для этих работ еще есть. Это будет конец апреля, а если говорим о подсолнечнике для севера, это даже будет май. Сейчас какая рекомендация? Не торопиться. Не торопиться что-то дисковать, а все-таки отслеживать, как идет развитие растений, ввести вот эту инвентаризацию посевов там, где есть угроза. А вот я увидела угрозу, это на предшественники озимой пшеницы. Но опять же, не на всех, а там, где был именно очень высокий урожай, выше 40 центнеров сгинтара. Вот такая рекомендация. По югу ситуация более радужная. Тьфу-тьфу. Здесь уже практически нет те, которые у нас поврежденные, изреженные где-то в пределах 4%. Ну, немного. Вот юг тоже сейчас должен ловить подсыхающую почву и вести вот эту подкормку по подсыхающей, дополняя подкормку, которую они провели по Мерзлаталой. Те, кто провели вот после праздника... Ольга Георгиевна, сейчас возобновилась, да. С какого деревня? По югу мы говорили, да. Значит, по югу. По югу сейчас упор нужно сделать на то, чтобы особенно на тех посевах, которые у нас в стадии там 2-3 листа, 3-4 листа, нам нужно обязательно по подсыхающей внести аммиачную селитру, обязательно, и эти дозы у нас пополнилась влага хорошо, и это могут быть до 130 килограмм в физическом весе аммиачной селитры. Опять же, прошу не экспериментировать ни с какой другой формой удобрений. А вот дальше уже на тех посевах, где уже есть крущение, где уже появились стебли, в этом случае уже готовиться к подкормке, которую будем проводить по листу, то есть нужно отобрать листовую диагностику, отобрать растения, привезти в лабораторию, и мы посмотрим, какого же дефицита азота. Те подкормки, которые мы сделали, две, они сработали, и как сработали, это покажет уже растение. И тогда определиться с наступлением фазы конец скущения, начало выхода в трубку, и уже работать, можно кассом работать по той дозе, которая будет рассчитана. Еще хочу на что обратить внимание, особенно на ежан. У нас очень сильные перепады температур дневных и ночных, и растения очень активно реагируют именно на высокие температуры. Если будет повышение температур выше 20 градусов, пожалуйста, внимательно отслеживайте прохождение фаз. Вот за этим нужно обязательно следить. И особенно гербицидную обработку, не нужно ее по календарным датам вести, а нужно обязательно смотреть, а в какой фазе находятся растения. Вот это тоже момент, который нужно обязательно учесть. И когда будет вестись инсектицидная обработка, гербицидная обработка, добавляйте карбонит, где-то в пределах 5 килограмм в действующем веществе или чуть меньше 10 килограмм в физическом весе, это будет как раз в помощи растений, это не питание, питание этими дозами вы не улучшите, но это снятие стресса растения, поэтому в данном случае это подспорье, чтобы укрепить растение и в этом году это нужно обязательно делать, потому что растение все-таки не в том виде, в котором оно должно быть к этому периоду времени, ему еще довольно длительный период еще наращивать биомассу и поэтому здесь обязательно нужна наша поддержка, а вот в фазу конца кущения выхода в трубку подумать и по поводу микроэлементов, потому что и по поводу гуматов, то есть вот эти все мероприятия нам понадобятся для того, чтобы действительно укреплять растения и в итоге получить достойный урожай вот в тех условиях, в которые мы попали. Вот такая рекомендация. Хорошо, да. Ольга Георгиевна, скажите, вот статистика, на которую вы ссылались в самом начале, это каких дат? Это за 7 апреля. Отлично, отлично. Это последняя статистика, это статистика, которая собирается Министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. Мы тоже участвуем в подготовке этих материалов, в обследованиях, вот, поэтому это то, что дают районные агрономы, оценивая состояние посевов ухида в районах. Ясно. Ольга Георгиевна, спасибо за компетентный комментарий и оценку ситуации. Удачи вам и будем надеяться на хороший урожай в этом году. Спасибо. Счастливо. Спасибо. Счастливо.